Воспоминания о революции 1917 года Перетра Григорьевича Соболева Пётр Григорьевич, скажите, пожалуйста, вначале несколько слов о себе. Когда и где вы родились, и где вы учились? Родился в Новгороде, также кончил гимназию, в окончании гимназии, это был 1901 год, я поступил в университет, но в моих планах было поступить в одно из высших технических учебных заведений. И я каждый год пытался сдавать конкурсный экзамен. Это было счастье. Так что я сдавал и в 1902, в 1903, в 1904 году, и всё не удавалось. Тогда я в университет, я вёл себя безалаберно, потому что у меня факультет, который я взял, это был физико-математический, он меня не очень приличал, не очень занимал, потому что я по себе был такой реалист и математик. Я ходил буквально по всем факультетам, слушал лекции и по естественным наукам, и юридическим, и так далее. И, наконец, в 1905 году мне удалось поступить в Петербургский технологический институт уже после того, как я сдал университетский экзамен и получил свидетельство об окончании университета. Но 1905 год учебную не было. Нас всех закрыли, все высшие учебные заведения. Это было начало, так сказать, революции 1905 года. И я уехал в Новгород. И так как мой отец служил в земстве, я был сильно привязан к этому демократическому учреждению, каким было российское земство. Правда, говорили, что это как будто бы государство, государство, ничего подобного. Это был большой, очень хороший хозяйственный орган, который был большой помощью для правительства. И нужно сказать, что правительство все-таки относилось к нему крайне небрежно, неряшливо, и даже считало его каким-то революционным. Я был связан с земством долгое время. И после новгородского земства, где я был статистиком, статистиком-собирателем. Каждый год, когда мой отец уезжал по уездам в новгородской губернии, он брал меня с собой, я вел так называемую подворную перепись. – Простите, какую? – Подворную перепись. – Подворную перепись. – То есть каждый мужицкий дом, избай и так далее, его хозяйство и прочее. Так что познакомился очень хорошо с этой самой нашей крестьянской Россией. Сначала в новгородской губернии. Но в это время я еще начал подрабатывать в газетах. Первые мои самые работы – это были в Новгороде. Маленькие газеты, которые издавались известным земцам, известным старым народовольцем Рубакиным. – Как называлась газета? – Ильмень. Озеро Ильмень. – А, Ильмень. – Да, Ильмень. – Мне кажется, Александр Рубакин, он, так сказать, благословил меня, как Пушкин и старик Державин нас заметил и так далее. И вот с его легкой руки я и начал работать в газетах. Сначала у него, потом уже свои маленькие корреспонденции, потому что я еще оставался в гимназии некоторое время, еще подавал и петербургские газеты. Затем я был приглашен псковским земством по рекомендации моего отца, чтобы псковское земство запросило, если им нужен молодой собиратель земских статистик на месте и, главным образом, по оценке недвижимых имуществ. То есть фабрик, заводов, всякого рода предприятий, мельницы, водяные, ветряные и так далее, и так далее. Тут у меня уже мой диапазон значительно расширился. Уже два земства – Новгородское и Псковское. И когда я уже стал студентом-технологом, мои работы газетные уже значительно расширились. Сначала я вел студенческую жизнь. Это был небольшой, конечно, небольшой репортаж, но все-таки он мне давал возможность существовать. В какой газете вы вели этот отдел? Я его вёл, давал буквально во все газеты. Только однажды... И в петербургские газеты тоже давали? Нет, в петербургские газеты, но не была петербургская газета. Да-да, нет-нет, я говорю, петербургская газета, ты... Петербургская газета «Руль», то есть «Речь», «Биржевые ведомости», «Русь», которую издавал Алексей Суворин. В какие годы это происходило? Это были годы 902-й год, 901-й, 902-й, 903-й. Потом вот моя встреча, и знакомство с Ксюниным, который вывел меня, ввёл меня уже в новое время. А это в каком году было? Это было в 905-м году. Простите, я должен вернуться, вы забыли указать дату вашего рождения, если можно. 1882-й год, январь. Спасибо, пожалуйста, тогда продолжайте. Так что уже в новом времени мне дали определённое место. Уже не только репортаж студенческий, потому что по существу-то в новое время очень мало интересовалось этим. газета, как вам известно, была определённого направления, и студенческая жизнь её очень мало интересовала. Потому что я помню даже такие вещи, как в 1902-й год наши демонстрации студентов на Казанской площади. В Новгороде? Нет. В Петербурге? В Петербурге, когда министр Боголепов предложил нам за то, что бунтовали, как он выразился, и бастовали, то есть не было нормальной жизни в высших учебных заведениях, так отдавать нас под красную шапку, то есть солдата задавать. И вот была огромная, величайшая демонстрация на Казанской площади в Петербурге. Я как раз в это время ехал, у меня были уроки, я ехал на Корке, на Империале, и сошёл, потому что толпа запорудила Невский, и присоединился, вижу, что это всё были студентские синие околыши, присоединился к толпе. Потом появились крики, казаки, нас выпороли, в частности, меня. На мне было новенькое шинель, которое я только что заработал в детстве, и заплатил за правоучение, подработал. И я вернулся домой, меня сильно ударили этим самым казанской плетью, что рассекло мне воротник и хлястик, так что у меня, как шарик наклонился, у меня пальто упало вперёд, что оно было сзади совершенно разрезано. И по наивности я пошёл в полицию и пожаловался. Но это мне, что они сказали, вот, на ловца и зверь. И я был выслан, без права, значит, въезда в университетские города. Остался я, конечно, так как новгородское изденство меня знало и ценило. И мне предложено было быть преподавателем детей, служащих в вошедшем доме. Простите, в то время, во время этих событий, вы не принадлежали никакой политической партии? Абсолютно нет, абсолютно нет. В университете я проходил совет рабочих, где вы только работали, совет старост, совершенно верно, от партии социал-демократов. Ага, так что вы всё-таки от партии были выбрали совет? Нет, от партии я был и в технологическом институте. Но они не состоялись в партии. Нет, в партии не состоял. Но дело, бывает, в том, что, я не хочу хвастать, но во мне нуждались общественные, не сколько общественные, сколько хозяйственные организации, студенческие. Например, я в течение четырёх лет заведовал студенческое столово-технологическое института. Опять только потому, что прошёл я на сходке с помощью товарища социал-демократов. Но в совете старост, конечно, там я не был в университете. Но университетские годы у меня прервались быстренько, потому что новое время сделало из меня выездного корреспондента. Простите, давайте вернёмся хронологически сейчас. Пожалуйста. Вас выслали из Петербурга, и вы вернулись обратно к себе. В 906 году. В 906 году. Вернулись обратно в Новгород. Нет, я в Новгороде был. Выбрали мне... Нет, когда вы попали, помните, в эту демонстрацию? В эту демонстрацию, и мы в административном порядке нас выслали. Причём было предложено, выбирай место. Это было очень хорошо. Но я, конечно, поехал на подножный корм к родителям, потому что там же жили мои родители. В Новгороде. В Новгороде. Ну да, и там вы занялись преподаванием. Преподаванием... Вот в этой самой сельской школе. В сельской школе. В служащих в Санузерской больнице. В сумасшедшем доме. Ага. И как долго вы оставались там? Так в 906 году, уже когда открыли высшее учебное заведение, я поехал в Петербург. Меня никто не задержал, никаких ничего. У меня тем более ещё оставалось сидеть, студенческое. То есть, которое было у нас одновременно и по лжительству. Да-да. У нас же паспортов же у нас не было у студентов, как вам известно. Вот. Хорошо. Тогда, пожалуйста, продолжите рассказ вот с 906 года, когда вы вернулись в Петербург. В 906 году я занялся, значит, в технологическом институте. Но меня всё время отрывали большие обязанности по редакции. И меня сделали выездным корреспондентом. Для нового времени. Для нового времени. Я помню такой случай, как как-то Михаил Исеевич Суворин, старший. Старик уже умер. Мы их старика похоронили в 1910 году. Это старик-основатель? Да, основатель Алексея Сергеевича. Остался за него, за него остался вот Михаил Алексеевич. И я был послан в Донецкий бассейн. Они думали, что если на мне фуражка студента технологического института, то я уже техник. И что я в этом самом угольном бассейне могу развернуться чуть ли не за инженера. Там я долгое время, нужно вам сказать, долгое время пробыл. Хорошие корреспонденции были. Это я отлично помню. Я получил благодарность. И потом легкое поздравление. И с тремя стами рублями их дали мне. Легкое поздравление в том, что, наконец, этому министру, это был не Мишаев. Он был министром путей сообщения. Соболев, то есть в редакции говорили, в своей корреспонденции сломал голову министру путей сообщения. Он был смещен. В чем дело, я не знаю. Потом мне рассказывали, что я главным образом объяснял, почему в России был угольный голод. А он угольный голод был. Жалость, конечно, не крупные заводы, не жалость, потому что у них были огромные запасы. Но были же и мелкие заводы. Скажем, заводы, которые были на Петербургской стороне, на Выборгской стороне. Мало угля было, не хватало угля. И вот я, побывав на Донецком бассейне, там, в угольном районе, обследовал, боюсь вам сказать, нынное количество этих самых шахт. И везде видел груды угля наверху, и никакого вагончика нет, чтобы выгрузить это все и отправить на место. И вот этот самый господин министр и был смещен за такой недосмотр. Ну, это же, так сказать, была не до некоторой степени марка для молодого репортера. Затем мне было предложено... Ну, я тут отказался. Тут я брыкнулся и отказался. Мне предложено было уехать в Киев на дело Белеса. Но так как это... Я объяснил, что это совершенно не в моем духе, что я даже просто не верю в это самое. И сказки, и всякая такая вещь. Тем более у меня среди моих товарищей и по университету, и по человеке, в смысле, было много евреев. Ну, как и везде. Я с ними жил. И никак не мог себе представить, что вот это какая-то, понимаете, секта, которая занимается таким делом. И я отказался. И поехал. Затем... Еще я сейчас уже не помню. Зачем-то было. В Обсков меня отправили. Еще куда-то. Так что, понимаете, отрывая меня от работы, я в конце концов увидел, что я сильно отстал. По университетским занятиям? Нет, по технологическому. По технологическому. По технологическому. Нет, потому что у меня всегда было по концу. Я уже был технологом. Тут, понимаете, я еще и неудачно женился. То есть неудачно, но не своевременно. Совершенно не своевременно. И своей женитьбой я попал в кашу. Потому что, как-то возвращаясь с какой-то поездки, мне жена говорит, что вот, знаешь, такая вещь, умер папа. Отец, я был профессором университета в Казани. Ну, я говорю, что же делать? Хороший, милый человек был. Да, но знаешь, нужно устроить семью. Ну, что же, устроить семью. В семье, значит, теща, две девушки-курсистки и два мальчишки-студента. Я их всех собираю к себе. Моя маленькая квартира из двух-трех комнат превращает уже квартиру в семь-восемь комнат. Значит, растет и расходы, и так далее. Ну, не слушайте, не это. Задавил меня, помешало быть инженером. А вообще, понимаете ли, трудненько было. С нищетой, правда, я не боролся, потому что тот же самый Суворенко мне относился очень хорошо. Я помню такой случай, когда я какую-то гафу сдал. Вместо интервью Столыпина я просил у Столыпина интервью. По очень важному вопросу, помню, это знаменитая реформа, крестьянская реформа. Это его желание превратить крестьян в мелких помещиков. Я его остановил. Говорю, ваше что-то происходительство. Вот, пожалуйста, посвольте интервью. А с удовольствием. А что, я вас не знаю. Я говорю, что я заменяю. Да, я знаю, что обычно здесь бывает такое. Я говорю, так он меня просил как раз... Вы были корреспондентом при Государственном Совете тогда, или... Нет, я пошел в Государственный Совет, потому что меня попросил мой товарищ Марк. У него какое-то свидание с девушкой был. Сходи, говорит, в этот день. Я пошел, думаю, почему Столыпин идет, и почему я не помогу нам самому. Ну, хорошо. Он мне говорит, вот, прочитайте, докладная. Я завтра у государя с докладной запиской, а потом я говорю, вы простудируйте, и потом я вам с удовольствием дам это самое. Я, конечно, по его докладной записке составляю интервью. Это же было не так трудно, тем более интервью было хорошее, все эти записки были хорошие. И передаю в редакцию, но говорю, что шапка у нас с шляпкой называется, это наверху, это перед этим самым шляпкой, это такой, при каких-то условиях там-то и так далее, что я шапо дам потом, потому что Столыпин просил подождать. Выпускающий, заменивший другого, не знал этого самого, он взял, поместил интервью без шапки, без всяких всего, поместил интервью в новом времени, на первой странице, чуть ли не после передовой. Я прихожу, конечно, Шумыгам, чуть ли не бить собирается меня. Я объясняю. Там Михаил Алексеевич, который знал это, ну, говорит, что да. Ну, говорит, вот что. Михаил Алексеевич Суварин. Михаил Алексеевич, Суварин. Ну что же, говорит, ну ничего, говорит, мне, говорит, позвонил Столыпин и говорит, что правда, я интервью не давал, но то, что напечатал ваш сотрудник, под ним я подписываюсь. Я разложу руками, говорю, это все, что нужно. Ну, переходит потом на такие разговоры, говорит, может быть, деньги нужны? Сам предлагает. Я говорю, да, я говорю, не прочь, у меня семья. Слышал, слышал, знаю глупости и так далее. Так что дал мне, помню, аванс, большой аванс, 500 рублей. Был большой аванс. Так что, понимаете, вот так иногда где-нибудь такое сорвешь что-нибудь такое, вроде, как я вам говорил о Мисе Снарском, это самое, так что нужно найти минуту, момент, подловить, и когда редактор в ударе, и когда чем-то ему зауслужил. Так что нужно было использовать все. И так почти, можно сказать, всю жизнь. Затем началась война. Я не подлежал воинской повинности, у меня было гнусно. Нехорошо. Так что я... А почему вы не подлежали? Я был в вольнопределяющемся, но у меня была маленькая жизненная драма. У меня умер маленький сын, малюсенький сын. Умер чуть ли не сразу после рождения. И мой ротный командир, это же отклонение в сторону, мой ротный командир, который когда-то был в гимназии, и когда-то мы ему помогали, тастили его до четвертого класса, чтобы дать им возможность быть вольнопределяющимся, хоть второго разряда. Как вам известно, у нас было два разряда. Первый, это по окончании высшего среднего учебного заведения, и второй разряд, так, кое-что. И я... Как раз у меня умер дядя, который оставил мне маленькое наследство. И в том числе того, что меня оставил дядя после смерти, была Николаевская шинель его студенческая. Он умер студентом от туберкулеза. И я в этой самой шапке технолога, в Николаевской шинели, с гробиком под мышкой, вез трупик своего сына на кладбище. На другой день, когда я явился в рот, меня сажают на 15 суток под арест за ношение неприсвоенной формы. Это и вы как раз меня, ротный командир, и видел. Новгород, маленький городишко. Видел, что извозчик, на извозчике едет какой-то господин Николаевский шинель с бобрами и прочее. И у меня появилось какое-то отвращение к этому самому. И я очутился в Николаевском госпитале. И там меня посетил дядя моей жены, профессор и директор Женского медицинского института, профессор Верховский. Он меня посетил. И когда он шел по коридору, то мой доктор увидел и говорит, что у профессора здесь есть. Он говорит, что у меня племянник лежит. И пошел дальше. Ну, я сошелся к племяннику профессора. Вот он просто так сказал. И, значит, меня выводят на комиссию, и я получаю белый билет. Вот. Так что самое воинское повинное заключалось в том, что я пробыл к отцу две или три недели вольно-определяющейся. Раз пять-шесть в роте только был. Ну, началась война. Тут меня, понимаете ли, уже задергали. Берется Львов. Посылают меня во Львов. Посмотреть Львов и дать корреспонденции свои впечатления. Берут сорокамыш, вру, пшемыши. Еду туда. Посылают. Так что, в общем, вы и стали военным корреспондентом. Сталились военным корреспондентом. Возвращаясь оттуда, мне как раз, понимаете, Борис... Да, Борис, простите, маленькая, в колонии в сторону, после смерти старика Суворина, старик разделил свои имущества между тремя сыновьями. Алексеем Суворином, он же Порошин, Алексей Порошин, Михаилом и Борисом. И Борис вот открывает свою газету в вечернее время, создаёт кадры. Сотрудник, в вечернее время, кадр приглашает меня. Так что вы из нового времени попали в вечернее время? И тут, и там. Но перешли уже на... Перешло в новое время уже на жалование. В вечернее время на жалование? В вечернее время, да. Перехожу. В Борису Суворину. В Борису Суворину. И вот Борис говорит, что поезжай на Кавказ. Вот я поехал на этот самый губительный Кавказ. Как раз я попал на 40-м эру, эрзеру, ээ... Эрзеру, да, эрзеру, от которого... Вам говорил генерал. Я уже, так сказать, захватил только дым. Самый пороховой. Когда взяли эрзеру? Да, уже я въехал, что называется, эрзеру взятый. Так что я видел там великого князя Николая Николаевича. Представленного, конечно, не было. Хотя стоял я в толпе этих самых штабных. Но чтобы не отличаться, на мне было тоже хаки. Так полагалось. И где-то даже предлагал нам на... На... Это самый... Рукав. Века. Военный корреспондент. Я говорю, что нет, извините, что только происходит. Это только получается курьезный. Века. Звучит так. Ну, хорошо. Потом мы, значит, остаемся уже... И я знакомлюсь со всем тылом. Вот уж тыл Кавказского фронта я знал, наверное, так, как генерал не знает. Хотя он хвастает, что он здорово знает Кавказ. Потому что, как вам известно, было полное затишье. Полное затишье. Так что меня... Я не успевал. Меня требовали приезжать ко мне. Приезжать и к нам. Приезжать на нашу часть фронта. Приезжать туда-то. И я путался, буквально тыкался во всей части фронта. Фронт огромный был. На казачьей лошади, которой я пользовался. И был свидетельным, значит, взятием Амахатуна. Это очень интересный был бой. Бой, взятый нашими казаками. От Юденьевича я еще получил тогда нахлобучку. Он пристыдил меня, потому что я не был свидетелем этого самого. Но мне рассказал доктор. Этого же полка. Ну, а тут как раз проходит... Через штаб Юденьевич проходит мое представление на медаль. Это самая георгийская медаль, который мне совершенно не нуждался. Не нужен мне, ей бог с ними. И он мне говорит, Юденьевич, что вот стыдно было. Я говорю, так, военный корреспондент. Я понимаю, порох понюхал. Ну, выстрелы услышал. Там оглушило его. Но чтобы вторым казачьим полкам дать пики, как вы дали. Я говорю, что у них пик нету, и не должно быть. Ну, я это смеясь. Мы говорим, что, ну, я получил газету, мне прислали. И там, я говорю, что моя корреспондента целиком напечатана. И пики, я говорю, там оставлю. Дураки. Ну, что ж, у них всякие свои взгляды были. И пробыл я, затем, Эрзинджан. Вот это было интересно. Нисколько Эрзинджан, сколько генерал вам этого не сказал. Там было одно место. Такое место серьезное. Над Эрзинджаном были высокие горы. И там Курдистан начинался. Там были так называемые дарсинские курды, которые не признавали турок турецких. Они как будто бы жили отдельно. Совершенно такое самостоятельное государство. И я поехал к ним. Поехали. Они по какую сторону фронта были? То есть, какую сторону? Ну, вот эти, вы говорите, вы поехали к Курдам. К Курдам, да. Это было на русской стороне еще? Нет, уже взяты, взяты из... У них над Эрзинджаном они были. Эрзинджан в долине, а в горах вот эти самые Курды жили. Да, Эрзинджан. Эрзинджан. Эрдзинджан. Эрдзинджан. Да, очень красивый городок. Я жил тогда у своих друзей, летчиков. И помню, даже меня предупреждали. Говорит, осторожно с Курдами. С Курдами, что ж... Да, говорит, народ неверный. Что за неверность? Да, говорит, ни турки, ни русские, ничего. Ну, и нужно вам сказать, что я когда поехал вторично, уже со штабом, с генералом Калитиным, а генерал Калитин, нужно вам сказать, что это бывший ординарец Скобелева. Как его точная фамилия? Калитин. Калитин. Да. Старый генерал. Полный генерал был. С Георгиевской лентой в третьей степени. Молодчина, старик. У него хороший штаб был. Он прибирал к себе в штаб молодых офицеров с высшим образованием. Так что у него так приятно посмотреть. То университетский значок, то какой-нибудь другой и так далее. И Курды, как только мы приехали, поднялись на машине, хорошая машина была, Курды зарезали барана как раз под автомобиль генерала. Это же хороший признак на Кавказе. Это очень хороший признак. Потому что потом этого барана едят и уже за здоровье этого самого гостя. Там уже именно как нам каждый гость дается богом. Так что тут вот мы и встретили его. Затет после Женжана я совершил тоже очень интересную прогулку через Чорох. Чорох, Чорох, как она называется? Чорох? Чорох. Это речка Чорох. Я очутился в этом. Порт уже на Черном море. Он же был наш. Ах ты боже. Турецкий порт? Да. Турецкий порт? Был же не турецкий порт, но уже занят был генералом Ляховым. Уже оттуда я перебрался в Персию. В каком это году было? В каком году? Это был 16-й год. Начало 16-го. Начало 16-го? Я переехал в Урьмию. Переехал в знаменитое Урьмийское озеро. То есть перешел. Это Мертвое море. Совершенно верно. Одни только огромных размеров эти самые губки какие-то. Никакой рыбы, никакой ничего. И если вы хотите купаться, так вы можете просто не плавать. Вы будете все время лежать на куче этого самого Сони. Такое соленое озеро. Туда, значит, из Урьми, я попал в Персию. Не в Тегеран. Тегеран собирался поехать. И тут как раз... Но вы поехали для газеты тоже, правда? Тоже для газеты, да. Дело в том, понимаете, что я получил... Я все время держал связь с газетой. Да, но вы, будучи военным корреспондентом, наверное, регулярно посылали им репортажи. Регулярно репортажи. Регулярно, да. Регулярно. Деньги они мне тоже регулярно присылали, суточные. А эти самые посрочные я уже их даже не собирал. И хотел поехать на север. И как раз предписание мне, в частности, немедленно покинуть фронт. Предписание вам откуда? Из Петербурга? Из штаба Николая Николаевича. Из штаба Николая Николаевича. Да. И я, затем сотрудник русского слова, сотрудник Южного края Языповичей газеты и не помню, как фамилия, из руля. А, из речи. Из речи. Из речи. Нет, из речи был генерал. Совершенно верно. Из речи ничего. Там генерал один, боевой генерал, в то же время был корреспондентом. Да, был корреспондентом. И вот нас, значит, выслали. Почему? Я до сих пор не знаю. Но нужно вам сказать, что мы ехали в одном вагоне, а в соседнем купе был офицер, который нас сопровождал на Тифлис. Он почему-то думал, что мы вернемся. Так что мы что-то вроде как будто в революции какую-то там собирались делать и делали. Может быть, они так думают. Что я вам это подчеркиваю, что значит уже революционная пропаганда на Кавказском фронте была. Теперь вам в руки попадалось что-либо из этой пропаганды или что вам было известно об этой пропаганде на фронте? Мне вот что. Там была труппа театральная. Актеры приехали. Две девушки и три или четыре актера с ними. Ну, конечно, театр какой же может быть там делали навесы и устали. И эти три джентльмена они, по-моему, шушукались. Несомненно. Девушки занимались совсем другим. То есть вы считаете, что они были тогда уже агитаторами? Несомненно. Это были подосланы агитаторы. А кем они могли быть подосланы? Я думаю, что там работали так называемые дашнацуки. Значит, это армянская организация. Потому что уже я замечал... Это трупа армянская была? Нет. Трупа русская была. Русская была. Ну, что же для солдат начали. Я замечал, что между армянами и этими грузинами были уже настроения, значит, такие нехорошие. И должен сказать, что как-то вообще армян начали побаиваться, начали их не любить. В армии их начали не любить? В армии я же был только среди армии. Турка же не было. Они же уходили от нас турки. Но кто их стал не любить? Офицерство или командный состав? Видите ли, офицерство, конечно, оно командный состав. Командный состав. Потому что офицеров же много было армян. Много было армян. Эти славные 39-я дивизии, о которой вам генерал говорит, что это моя любимая дивизия, это действительно была прекрасная дивизия. Это четыре полка, самые лучшие солдаты были. Но она первая развалилась и развалила всю Кавказскую армию. Как это не странно. Откуда? Генерал сказал, что у нас пополнения шли из России. Нет. Я не видел пополнения российских. Нет, я не видел. Там все были, если хотели, старые казаки, которые не были казаки, которые обязаны были быть военными, и были казаки, которые не обязаны быть, так они тогда подлежали мобилизации общей. Ну и хорошие солдаты были, чудные солдаты были. И вот 39-я дивизия, она как раз первая восстала, и она ведь была, не забудьте, в тылу у Деникина. Ну чем вы объясняете такое разложение этой дивизии? Не знаю. Боюсь вам сказать, да и трудно, что им нужно было. Ведь я понимаю, что если Россия делали революцию, то на окраинах вы ее не заметите. Азербайджан, например, этот район, я ему не доверял, и не доверяю, и до сих пор не доверяю. Это ведь это же, понимаете, горцы, это разные племена. Они, если хотите, режем, и больше ничего. Помните, такая знаменитая карикатура была в новом времени, понедельник, скучно, вторник, немножко резал Баба Маев. Вторник, то есть среда, Баба Маев меня немножко резал. Четверг, значит, все резали, субботу отдыхал. Так что, видите ли, друг друга резали, кавказские резняются, ужасно же были. Особенно Азербайджан. Я удивился тогда, но я не хотел смешиваться, но думаю, все-таки генерал мог бы что-нибудь сказать. Мы правильно спросили, что был ли какой-нибудь намек на революционные движения. А он говорит, моя славная дивизия 39-я. А межпотем 39-я дивизия была вся, она вся развалилась. Они покинули фронт и ушли. В каком это было году, то есть, или в каком месяце это было, вы не помните? Ну, я боюсь сказать, потому что дивизия еще далеко была. Ведь нужно сказать, что граница наша была Сорокамыш. Сорокамыш это уже была русская церковь. Сорокамыш, Эрзерум, это можно считать 300-400 километров. А теперь Эрзерум и Эрзин, Жан, еще 300-400 километров. Это же, понимаете, доходило до несколько сотен километров. Они же ведь были все разбросаны кучками. Ведь полк был просто группами. Все полки. Хорошо. Теперь вот когда вас выслали военных корреспондентов с фронта, вы направились в Тифлис. Да, в Тифлис. А из Тифлис моментально домой в Петербург. Домой в Петербург. Да. Попадаю как раз в конец 16-го года. В конец 16-го года вы вернулись в Петроград. До этого я еще был в Петрограде недельки две на свидании с женой и семьей. А потом уже совсем в декабре первое число декабря я вернулся совсем. Вот тогда я говорил когда мы сидели там за оперетим что меня именно поразила такая нездоровая нездоровая атмосфера. Что вы можете сказать о настроении в декабре 16-го года? Вот значит так фактов таких трудных бы я чинал. Но чувствовалось ли что приближаются какие-то события причем события нет таких событий революционного характера. Никто не ждал. Собственно говоря февраль это было совершенно неожиданно. Но как я вам и говорю что я сторонник и до сих пор стою сторонником что эта революция была продолжением революции 1905 года. Потому что многое испортили многое забыли 1905 обещать то обещали но не дали. И тут как раз и явилась возможность по сути откуда началось с черного передела. На черном переделе крестьянского хозяйства эсеры сыграли. Самое по-моему большое зло. в этих самых политических группировках для России и российской революции это были эсеры. Помимо того понимаете что они ввели террор в мирную жизнь России отдельный частный убийство и бог они же были ни к чему сведение старых счетов тоже ни к чему там убивали того убивали другого и так далее террор но террором у них ничего не вышло помните я вам говорил об об отходе интеллигенции от самой революции именно имел ввиду даже такой революционер как Савенков я помню одно из заседаний уже при большевика большевики еще не взяли власть но уже вот и сегодня завтра не возьмут власть было заседание в Малахитовом зале Зимнего дворца нас было даже журналистов не так много туда было очень трудно попасть там выступал какое это было заседание это было заседание правительства временного уже по средней марки помните оно три раза менялось да да то есть четвертого состава четвертого состава уже Чернов был Чернов когда выступал Чернов выступал перед ним выступал вот именно Савенков Борис Викторович его речь была такая что под ней подписался всякий не СССР и никакой бывший террорист он требовал он не просил он требовал смертной казни на фронте он был комиссаром как вам известно предвиденный комиссар он был комиссаром северного района вторым комиссаром был Филоненко с которым я потом приходил встречаться и вот он мне Филоненко и говорил что никто так не был возмущен всем тем что происходит как Савенков требуя вот этой самой смертной казни для солдат которые торгуют пулеметами которые бортаются с немцами вот это было Бекин был сильно возмущен Савенков и вместо того чтобы выничать какое-нибудь постановление здесь появляется Чернов фигура грязная политическая нужно я могу много сказать лучше не надо цемеральдист вы знаете что такое цемеральдист ну вот кроме того понимаете никакой патриот для него все равно что Россия то какой-нибудь царево как шайс ничего он сидит и битый час больше он разговаривает о значении партии о значении того или другого о конституциях о том что нужно какая должна быть новая Россия когда Савенков гремит кулаком по столу и говорит довольно и расходится собрание я помню фигуру Львова милый человек был князь Львов их было два Львова как вам известно это князь Львов Георгий первый председатель временного правительства да фигуру Львова который чуть не плакал чуть не плакал такие как Терещенко такие как Некрасов этот тоже был с душком но кадеты их не было но если хотите они все окадетились после вот этого самого выступления Савенкова хорошо теперь давайте вернемся немножко назад и хронологически продолжим ваш рассказ после возвращения в Петроград в декабре 16-го года вернувшись обратно вы очевидно стали продолжать вашу работу для газеты да понимаете меня Суворин назначает как он выражался ты будешь моей правой рукой я тебе поручаю все самое главное каждый уголок чтобы нам был известен не для печати а для нашего он говорит моего писенного стола а уже дальше это мое дело и я разбиваю органические мало сотрудников я выбираю я из нового времени возьму и у меня действительно было 30 человек и нужно вам сказать что ребята работали исключительно хорошо один который вел это самое правительство это Ксюнин конечно об этом говорить нечего это старый Петр простите как фамилия Ксюнин Ксюнин он значит был корреспондентом при временном при правительстве он был корреспондентом при государстве он и Пиленко помнишь такого фамилия профессора Пиленко это профессор международного права Петербургского университета он был старый сотрудник нового времени передовик и главный опыт по вопросам юридическим и он же вел иногда заседание государственное чередуясь с Ксюниным когда же они оба были заняты ваш покорный слуга это было не так часто то есть другими словами вы давали репортаж о заседаниях государственных да главным образом не сколько заседания потому что ведь отчет же был сценографический а колуары это самые интересные колуары потому что если вы почувствовали пульс дня так вот нужно было поймать вот этого самого который выводит какую-то новую идею его проинтервировать ее развить и так далее вот так что даже если я не был заседания государственного совета или государственной думы то я на колуарах оставался очень часто поэтому были у меня обширные знакомства с депутатами потому что мой покойный отец даже старался создать для меня ценз чтобы я был государственной думы или где-нибудь а я был все с маленьким цензом все еще на все я был только мировым судьей то есть мировой судьей такие судьи были да так так вот и я разделил город на участки и каждое утро в десяти часах когда начинался работа начиналась конечно раньше на приверзке или распределение материала я уже был в курсе всего что произошло за вчерашний день и за сегодняшнюю ночь в Петербурге очень интересный конечно репортаж был нашего представителя репортера по суду как вам известно что в первый же день революции суд был подожжен это вам знаете здание суда было подожжено горели бумаги затем он же он старый был старый офицер и причем понимаете ли старый разведчик так что у него был и какой-то такой особый нюх что он например знал через кого-нибудь что делается как он говорил подпорье давайте сейчас вернемся к декабрю и к убийству Распутина вот конечно ваша газета была наверное очень хорошо информирована о всех закулисных возможно мотивах этого убийства что было если вы можете вспомнить что говорилось тогда об этом то есть ведь ли сторонников или не убийство распутина это было если хотите общее мнение я вот даже сказал что не шло ли оно из ставки из главной ставки конечно помимо государя что об этом говорили тогда ходили слухи что Юсупов и группа организованной не называли имен не называли имен но что вы знаете по пьяному делу может быть но что офицеры в кутежах на знаменитой вилла Роде вам ничего не говорит вилла Роде но это кабак был шикарный кабак в Петербурге куда пропивались все что зарабатывалось по мелочам офицер но им понимаете импонировало что вот он на вилле Роде вчера с Нюшкой с Машкой с какой-нибудь пил шампанское и пропивал там и там понимаете под распутит полковник да мы их убьем мы их приберем теперь я помню вы мне рассказали вот о встрече с Пуришкевичем который явился в редакцию на другой день после убийства на другой день и чуть не дымящий революбер у него был расскажите об этом случае пожалуйста так что рассказать он нам подробно все рассказал для прессы для печати нет нет потому что все это и весь рассказ с Пуришкевичем он не был напечатан ни в новом времени ни в вечернем времени это был если хотите очень удачный жест Бориса Суворина он не вмешался в это дело кто-то даже сказался кажется Суворин недоволен тем что убили распутчика в таком духе что же вам рассказал Пуришкевич что он главным образом рассказал о мотивах так вы же читали почти все это дело как было как они кормили его отравленные все это все мне интересуют мотивы почему Пуришкевич тогда присоединился к этой группе для убийства распутина чего они добивались если хотите вот именно кто-то руководил Пуришкевичем а вот кто до сих пор неизвестно неизвестно потому что вы не смотрите на то что Юсупов просто фигура был пешка какая-то нет у них было решено где-то наверху Дмитрий Павлович что его интересовало но Дмитрий Павлович ты даже был молодой человек ему 22 года было да но тут понимаете ли именно что вмешательство было и свыше двора вы знаете что Петербург очень не уважал царицу очень не уважал царицу ее заподазли во всем ведь по сути все что говорили про царицу все это приписывал с Пуришки я это распутил то есть это все делает распутил ведь до такой же гадости до такой мелочи что расскажешь как будто бы Распутин входил в комнату в спальню царевер невероятные вещи то есть я говорю что Петербург был полный вот таких грязных не темных слухов если хотите это и было начало каких-то брак какого-то переворота никакого никто не мечтал так что и ваши журналистические среди не было известно и среди думы не было ожидания нет просто понимаешь не было людей не было людей и никого просто никому не доверяли да и кто это может быть они то есть я беру слева то есть деятели революции которые боялись что кто-то украдет продукцию революции что надо спасать революции ведь да видишь у них был такой спасать революцию ведь большевики же шли спасать революцию вам известно что совет работник и солдатских депутатов постановил чтобы ни один солдат петербургского гарнизона участник февральской революции был отправлен на фронт да известно так что видите ли и эти эта публика подняла нос правда она ничего не делала она разгильдяничала это подсолнухи понимаете расхлябанность какая-то черт не знаю что такое теперь можете вы остановитесь немножко на вот этих последних месяцах до февральской революции как протекала жизнь в Петрограде были ли какие-либо перебои со снабжением уже в эти месяцы до февраля были 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 конечно были товаров не хватало снабжение не приходило это вот я вам говорю это мой прогноз это 1905 год мужик задерживал теперь почему вы считаете недостаточно снабжался Петроград продуктами чем это объяснялось расстройством транспорта или нет на транспорт нельзя было жаловаться на транспорт нельзя было жаловаться потому что вы знаете это Викзель он существовал до революции это же организация у них давнишняя это 1905 года нет но тут видели во время войны они конечно в первую очередь считали снабжение фронта это ясно солдат голодный драться не будет но ничего какие-то недохватки конечно были много исчезало вы знаете я одно время тоже по поручению Борисовым любил меня завалить работы был девиз такой что теперь говорит журналист почитывает а публика пописывает это я говорю период о так называемых письмах в редакцию это когда было какое все время войны все время войны вы себе представить не можете какая уйма писем шла в редакцию и ваш покорный слуга по поручению суворина я находил на своем столе комнаты хроники где я сидел целая куча писем только пе-собру 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 Борис разрывал и смотрел что он интересный и посылал мне там публика старалась всячески помочь фронту всячески может быть такое для примера такое письмо что ли скажем что какой-то солдатик написал домой что у него износил сапоги что под подкак сбит и так далее и так далее уже сейчас появляется письмо что наши солдаты не обуты не хватает обуви так вот это идет что в Сибири есть много материала для обуви почему не организовать это самое и пишет вам не кто это будет понимаете а пишет человек грамотный который знает он говорит так называемый сибирские ичики вам ничего не говорит название ичики ичики это сибирские сапоги это то что самое сейчас мокосины вот таком же таком же виде так ведь потом у нас в редакции точнее в редакции в конторе на Невском была комната куда собирали все подарки для солдат так были груды сапог вот из самых ичиков это вы печатали эти письма наверное по выборке ну да конечно печатали письма читателей так и так и назывался от читателей голос читателей как хотите называть и вот понимаете ли публика откликалась так что если бы действительно Петербург нуждался в чем быть как он быть это самое так нас бы были бы писем начальник публика терпела так что не было острого положения да нет не было вот я помню так у меня же моя прислуга то есть у меня чёхи вела все это дело она мне ухитом говорит петь измени что я тебе сегодня не дам твоего хлеба потому что горничную не нашла как будто у меня какой-то был особый хлеб ничего подобного она так Извинялась, что вот кусочек хлеба Она мне давала старый, вчерашний Так что вот эти Были, но это мелочь По существу По существу это мелочь Для большого петербурга мы посмотрели Что было в кабаках Ведь мы ходили по кабакам Все-таки, были же свободные Минуты, как мы водку пили Которая была запрещена Коньяки пили, все это было Все это было Это правда, это запас Это по дорогим ценам, наверное, все было Нет, нет, я вам не сказал Я бы не сказал И Петербург кутил Это не был, конечно, пир во время чумы Но развлекался Скажите, а что вы можете сказать Вот о рабочих, о настроениях рабочих До февральской революции У вас были тогда Была ли какая-либо связь с рабочими Потому что Я знал только рабочих своих То есть наших Типоградских рабочих Но это же, знаете, жизнь Ну это привилегированная Да, совершенно другая Тем более они В хороших условиях были И так далее А да вот Вы помните момент Вот это интересная штука Как-то она у меня пропустилась Мобилизованная промышленность Вам говорите что-нибудь? Да? Ведь вот мобилизованную промышленность Это мы устроили Заговорили в первую очередь Новое время В вечернее время Потому что Этот самый Путилов Как вам известно Это хозяин Путиловского завода Он был член правления Нового времени Нельзя сказать, что он был Такой нововременец Но у него Его бои, конечно, были И он, конечно, участник Нового времени Вот он как-то поднял Этот самый голос И раздули И я помню Как Гучков Рябушинский То есть Крупные московские промышленники Именно приветствовали нас И я помню Меня опять же Отправил в Борисово В Москву Там была газета У нас вечер Что я там организовывал Именно ту же Бучу Шума Чтобы мобилизовать промышленность И так далее То есть компанию, значит Проводили компанию Компанию Проводил компанию Вот это вот было Дело, да И вот там, говорю Что К тому, говорю Что публика Откликалась На все То есть Старалась И откуда Пришла эта революция Действительно Прав, конечно Выходит, что прав Ренников Что прошел Собакевич Зацепил ногой И свалил Тысячелетний Из истории Великой России Привотил Теперь у меня Вот такой вопрос До февральской революции Когда Вы заведовали Отделом хроники И когда Ваши корреспонденты Присутствовали И на заседаниях Государственной думы И на заседаниях Государственного совета И на митингах То Вот Что в кулуарах Государственной думы Происходило Какие Были настроения Тогда Что можно было уловить В то время О чем Вы писали Ну там Это понятно Понимаете Вся дума Кулуар Они все боялись Что их Завтра Разгонят Что они Завтра придут И Найдут портал Найдут двери Завтра 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 А не чувствовались Тогда Что вот этот Так называемый Прогрессивный блок Государственной думы Что он Подготовляет Смену власти Или Подготовляет Какие-то Какие-то События Руководит Каким-то движением Не чувствовались Это Не думаю Видите ли Групп Не партийных Групп А групп Всяких Политических Своими Проектами Редактор субтитров А.Семкин